Ну и здесь стоит напомнить в очередной раз, что Путин у нас уже ордероносный именно за депортацию украинских детей в Российскую Федерацию. На него Международный уголовный суд выписал ордер на арест, как и на детского омбудсмена Российской Федерации Львову Белову. И та же участь в ближайшем будущем может постичь и белорусского диктатора. Лукашенко также могут объявить розыск за вывоз украинских детей в Беларусь. Соответствующие документы переданы в Международный уголовный суд. С этой новости мы и начнем общение с нашим следующим собеседником. К нам присоединяется Сергей Бульба, белорусский общественный деятель, организатор Белого Легиона. Сергей, здравствуйте, рады вас приветствовать. Да, день добрый. Давайте обсудим возможный ордер, который выдадут в ГАГе Лукашенко. Кто инициатор, кто собирал документы, как много фактов депортации украинских детей на территорию Беларуси доказано, и вообще насколько массовый характер носит это явление. Да, собирала, в принципе, самая организованная часть белорусской диаспоры. А я так понимаю, юристы, которые возле Павла Латушка, они, в общем-то, подсуммировали все это дело, передавали. То есть работа проделана достаточно большая. Разговор идет порядка 2600 детей, которые были в свое время привезены из Украины в Беларусь. Но белорусские власти божатся, что они отправлены все обратно, что типа их привезли просто на оздоровление, не более того. На самом деле, в общем-то, вся Беларусь на сегодняшний день, по сути, Россия уже рассматривает ее как свою территорию. Понимаете? Поэтому вся эта пропаганда, она вот сейчас Россия озабочена, как в Беларуси поменять, в общем-то, историю переписать полностью. Раньше у нас, смотрите, станции метро в Минске, например, дублировались по-белорусски, дублировались белорусской латинкой. То есть у нас же параллельно с кириллицей существует, в общем-то, традиция латинского написания, латинский алфавит. И, в общем-то, им пользовались перед какими-то значимыми, вот, например, Европейские игры, когда проходили, подготовились полностью к приезду иностранцев и продублировали надписи с белорусского языка, латинкой же, чтобы им было удобнее. Вот сейчас полностью все это убирают. В метро, в Минском метро от самого основания в конце 90-х то самое, звучал всегда белорусский язык, все остановки объявлялись по-белорусски. Сейчас и этот вопрос, в общем-то, поднимается, что, в общем-то, что, типа, дорогие россияне, которые к нам проезжают, не понимают, понимаете. Поэтому у нас полным ходом идет русификация. Лукашенко, я прошу не обольщаться то, что, в общем-то, то, что он не открыл второй фронт, и Украина, как бы так, в общем-то, где-то благодарна ему за это. Лукашенко занимается предпродажной подготовкой Беларуси, и занимается он этим последовательно 20-25 лет, понимаете, вот в чем проблема. Поэтому рассматривать то, что детей из Украины привезли, и, в общем-то, им вставляли в голову российские все эти нарративы, российскую историю, удивляться не приходится. То же самое сейчас делают со всем белорусским народом. Да. Хорошо, давайте, Сергей, вот о чем поговорим. В Минске завершился саммит ОДКБ, в котором приняли участие лидеры, естественно, Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представителей шестой страны, участницы Армении не было. Это какое-то личное отношение к Лукашенко, или же это в целом протест Армении против российской агрессии? Может, у вас есть своя версия? Почему их не было? Ну, смотрите, их не было, потому что нужно вспомнить тот момент, когда саммит ОДКБ проходил в Ереване, где как раз и тогда председательствовал Пашинян. Пашинян тогда обратился к ОДКБ, ему нужна была помощь в защите, собственно, внешних границ. Но, в общем-то, что ему тогда ответили? Ему ответили, что документ сырой, его нужно доработать, и давайте мы его рассмотрим как-нибудь потом на следующем заседании ОДКБ. Сейчас они попытались именно завлечь Пашиняна тем, что вот ваш документ доработан, приезжайте. А Пашиняну, как мы понимаем, этот документ уже не столь важен, потому что ему пришлось заплатить частью территории. Я уже не влажу, в общем-то, в конфликт, кто там считал это самое, Карабах своим, не своим. Это, в общем-то, сугубо азербайджано-армянский вопрос. То есть Пашиняну пришлось расплатиться частью территории, плюс к этому, в общем-то, Пашинян пережил достаточно серьезный накат со стороны оппозиции, в том числе, который инспирировался Россией, якобы то, что он сдал кусок, часть территории, поэтому его нужно, в общем-то, объявить импичмент. Поэтому Пашинян на Лукашенко, кстати, Патрушев возлагал все-таки роль, скажем так, того, кто уговорит как раз Армению и Казахстан не выходить из ОДКБ, по крайней мере, до проведения президентских выборов в России. По всей видимости, это им удалось, тем более, в общем-то, что Лукашенко допустил себе, в общем-то, прямые выпады, опять же, в сторону Армении, что вот, типа, мы тут подготовили все документы, а они, типа, не едут. Напомню, что встреча была трехуровневая. Кроме, в общем-то, президентов и премьеров присутствовали отдельно, работали министры замерзных прав и министры обороны. Ни один, в общем-то, ни на одном из уровней, ни на одной из площадок Армении не было представлено. Но в том, почему Лукашенко сейчас спокойно позволяет себе наезжать на Армению, потому что все понимают, что Армения, в общем-то, на сегодняшний день, хотя она уже и начала взаимодействовать с странами НАТО, и в том числе жена Пашиняна, как бы так, супруга, приехала в Украину и привезла гуманитарную помощь, открыто высказав поддержку Украине, что для страны ОДКБ это, как бы так, не очень. Россия это явно не любит. Но, тем не менее, Пашинян не может себе дозволить полностью хлопнуть дверью и выйти из ОДКБ в силу зависимости, большой еще зависимости от России, и в том числе потому, что на территории Армении до сих пор находится российский воинский контингент. Сергей, вы уже вскользь упомянули эту новость. Давайте поговорим и об этом. Давид Арахами, это глава фракции «Слога народа» в украинском парламенте, в одном из своих интервью сказал, что в первые дни вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что солдаты в наземных операциях против Украины участвовать не будут. То есть Беларусь не вступит тоже в эту войну, но в то же время он не мог противиться давлению Российской Федерации, чтобы она использовала свои пусковые площадки для пуска ракет. Как вы считаете, как ему удалось выторговать себе у России неучастие в войне полномасштабно? Хотя мы знаем, что Путин этого требовал от него, но догадываемся, по крайней мере. И кто вынудил его дать такие обещания из наших стран-партнеров? Ну, кстати, смотрите, прямых подтверждений о том, что Путин требовал, мы не имеем. В общем-то, нет ни одного официального документа, где бы, в общем-то, это звучало. Второй вопрос, что они постоянно собирали информацию, анализировали. Россия имеет достаточной агентуры во всех белорусских силовых структурах на всех уровнях. За это время что произошло? Произошла зачистка в Министерстве обороны. Очень много среди высшего офицерства белорусского. Было много выходцев из Украины. Кто либо родом из Украины, либо кто заканчивал военные училища в Украине. По максимуму этих людей постарались выдавить, в общем-то, кого на пенсию, кого куда как. Дальше. В общем-то, считать, что это Лукашенко не ввел, я не вижу механизма, которым он, в общем-то, мог бы воспользоваться. Механизм, почему перестали ракеты лететь, я все-таки склонен считать, что это роль Китая. Китаю была Беларусь интересна до какого-то момента, особенно до введения массовых санкций, ограничивающих передвижение китайских товаров, в том числе через территорию Беларуси. Китаю была интересна Беларусь, повторюсь, как транспортный хамп. И поэтому я вижу, что только Си Цзиньпин мог, в общем-то, надавить на Путина, чтобы с белорусской территории перестали лететь ракеты. Больше никаких, в общем-то, я не вижу вариантов. Лукашенко, вот сейчас вот вышла большая статья польского журналиста, где он пишет, что якобы Лукашенко в 2022 году, когда начиналась война, что он якобы запрашивал в Польше коридор, чтобы его запустили в Польшу, что типа он понимал, что самолетом ему не дадут улететь в Беларуси, если белорусские войска все-таки пойдут, заставят их идти. И поэтому, мол, Лукашенко запрашивал коридор, чтобы он мог улететь из Польши. Но мне кажется, эта информация, в общем-то, такой достаточно надуманной. Лукашенко знал о планах Путина, знал обо всей подготовке. Единственное, что он мог не знать, это конкретной даты. В остальном ему, в общем-то, Путин нашел его, чем купить. Лукашенко давно мечтает о своем выходе к морю, чтобы возить свои колейные удобрения, в общем-то, бесконтрольно, чтобы, в общем-то, контрабанду возить, чем он и занимается. У нас же контрабанда, это одна из, скажем так, статей дохода национального ВВП. Поэтому, в общем-то, Путин просчитал его, и Путин ему обещал в обмен на молчание перед украинскими партнерами, обещал ему либо порт Мариуполя, либо какой-то терминал в Одессе. Но поскольку молниеносной победоносной войны не получилось, а Мариуполь, в общем-то, пришлось России перед тем, как оккупировать, полностью уничтожить, то, в общем-то, их сделка не состоялась. Но Лукашенко дальше начал настойчиво требовать порт. И они, в общем-то, до сих пор ведут переговоры о, скажем так, где-то порт возле Питера, либо под Мурманском шел разговор про ту же Бронку. Но в чем несогласие? Путин предлагает, вот тебе кусок берега, строй себе свой терминал и делай, что хочешь. На что Лукашенко, в общем-то, отвечает несогласием. Он просит ему подарить готовый терминал. Не хочет он вкладывать деньги. То есть, в общем-то, при всем при том, вроде бы при их близости, не доверяет он, видимо, будущему России, поэтому абсолютно не хочет туда вкладывать деньги. Да, интересная версия. Ну, по поводу недоверия со стороны Лукашенко, кажется, что он еще и гражданам очень не доверяет. Вот есть интересная информация о том, как изменились правила выезда в Беларуси на постоянное место жительства в другие страны. Итак, согласно новым правилам, заявитель должен принести заявление и пакет документов, в том числе в Министерство внутренних дел. Сотрудники милиции проверят заявителя по ряду пунктов, включая наличие, отсутствие ограничения на выезд, отсутствие задолженностей. После этого должен от военного комиссариата получить справку человек. И только после этого он будет иметь возможность в течение 15 дней получить ответ, можно ему из Беларуси выезжать или нет. Ну, эксперты отмечают, что все идет к правилам Советского Союза. То есть, за границу будут выезжать только избранные и так далее. Для чего эти нововведения вводятся? Есть ли риск для режима, что беларусы будут уезжать? Или к чему это? Да, беларусы реально уезжают, и до режима начинает доходить, что, собственно, уезжают в основном работоспособные, талантливые. Смотрите, вот после протеста 2020 года у нас через тюрьмы прошло порядка 40 тысяч людей. И посадки продолжаются. Как заявил руководитель ГУБОПИКа сегодняшний о том, что мы, говорит, не можем остановить репрессии, потому что если мы остановим, то, в общем-то, вот эти вот, показывая в нашу сторону, воспрянут духом и начнут опять, в общем-то, работать против нас. То, что в Беларуси выстраивается параллельная реальность, отдельная параллельная реальность, с моей точки зрения Путин часто, в общем-то, поддерживает Лукашенко, в том числе финансово, и платит ему за то, что Лукашенко на своей территории ставит, в общем-то, социальный эксперимент. Если эксперимент приживается в Беларуси, то после этого его начинают реализовывать в России. Смотрите, вот то, что вы называете запрет на выезд без разрешения, я бы, в общем-то, откатился немножко назад и начал с момента, когда, например, жителям сельских районов на сегодняшний день запретили увольняться с работы без разрешения высшего руководства. То есть уже тогда, в общем-то, запахло, скажем, сталинскими временами. Вспомним, когда селянам раньше, в общем-то, даже паспорта не выдавали на руки, чтобы они никуда не уезжали. Похоже, в общем-то, у нас выстраивает в Беларуси какой-то алгоритм, какой-то подобие Корейской Народно-Демократической Республики. И, похоже, в общем-то, Россия присматриваться будет серьезно к этому опыту. И, повторюсь, если удастся у нас, то, в общем-то, Россия начнет вводить такое же счастье у себя внутри своей страны. Вот, к сожалению, такой прогноз, который не очень оптимистичный, но и плюс ко всему подсуммирую то, что, похоже, все-таки Россия собирается именно как при Сталине закрываться железным занавесом. И очень плохо, что, в общем-то, и что Беларусь, в общем-то, может накрыть этим медным тазиком. Да, печально, что эти две страны снова могут пережить этот жуткий социальный эксперимент, который длился в Советском Союзе 70 лет, да? И вот так еще железный занавес 2.0 еще грозит этим двум народам. Спасибо вам огромное за этот разговор. Сергей Бульба, белорусский общественный деятель, присоединялся к нашему эфиру. Продолжение следует...